Я тебя воспитывала! Я из-за тебя ночей не спала! А ты... ты... на электричке едешь! Он правильно едет. Ему в деревне лучше. У него же нет вечерних платьев. Здравствуют наши родители! Дорогие вы мои! Родные вы мои! Поправились-то как! Да, я многое поняла. И если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее здесь, в Ростоквашине. Дело в том, что это на уровне еще советской педагогики было известно, что воздействие на человека должно происходить с учетом возрастных особенностей. Вот здесь учитываются возрастные особенности. Детское восприятие, оно очень образное, очень яркое. Это впечатывается на всю жизнь. Поэтому через детские сказки, через детские мультфильмы закладывают такие стереотипы поведения, то есть такие образцы, которые действуют в течение своей жизни, их потом выдрать из себя очень трудно. И если посмотреть, вот я когда стала вспоминать, какие мультфильмы были у царской семьи, вы вспомните, как царя в мультфильмах изображали? Смешной какой-то, несуразный, с перекосившейся короной, когда он забирается на трон, она катится. То есть отношение детское такое, что к чему-то жалкому, такому несуразному. Если посмотреть сейчас, какие закладываются стереотипы через мультфильмы, разврат, агрессия. То есть вот это все делается через мультфильмы, даже через иллюстрации детских картинок, через детских сказок. То есть через то, какие сказки подбираются, это все очень серьезное воздействие на душу. На душу. Если взять постарше людей, вот подростка взять, то очень много воздействует на их сознание через подростковые журналы. Ведь если раньше кто-то увидит журнал «Плэйбой», но это там родители и выпороть могли, а сейчас это сплошные плэйбои. Или «Кул». Да, да, да. То есть настолько это все извращено сознание. То есть опять-таки это оружие, это воздействие на душу максимально загрязнить. Если взять людей постарше, то опять-таки возвращаются домой вставшие. Просто хочется отдохнуть, просто хочется расслабиться. Включая телевизор, в это время готовятся, говорят о своем, забывая о том, что достаточно целых тридесятых секунд, по старым еще разработкам, для того, чтобы вот эта вот информация, грязная информация, которую можно запустить через зрительный ряд, для того, чтобы она вошла в душу. И еще то, что через телевидение. Я прочитала одну книгу, и там была написана фраза, которая мне запомнилась. Она очень точная, очень образная, яркая. Там было сказано так, что страсть, грех, если ее преподносить легко, изящно и игриво, она очень легко проникает в душу. Вот точно так же, как бабочка, когда она видит свет, она летит к нему, к огню, она летит к нему, подлетает очень близко, и опаляет свои крылышки, и падает на землю, и начинает ползать, и уже больше напоминает червя. Точно так же и душа человека. Если страсть преподнести вот так игриво, как часто у нас делается через КВН, через другие развлекательные программы, преподнести игриво, душа опаляется, и дальше опаляет крылья, и больше напоминает червя. То есть, попросту говоря, сейчас воздействия, вот духовные удары, они учитывают возрастные особенности. На каждую возрастную категорию свои удары, свои приемы, свои передачи. Главное, чтобы изуродовать нравственность из православного человека, из жизни человека, духовного, сделать человека безнравственного, бездуховного. Это отход благодать. Понятно. Вы можете себе представить, чтобы наши бабушки и прабабушки доверяли кому-нибудь незнакомому это важнейшее воспитание дела. Рассказывать детям сказки. Тогда почему сегодня? Миллионы родителей позволяют своим детям смотреть мультфильмы, которые они смотрели сами, об авторах которых ничего не знают, и цель этих авторов тоже неизвестна. Ведь сказка это то, что формирует в детском сознании модель окружающего мира. Образы мамы и папы, друга и врага, добра и зла. Всего того, на что он будет ориентироваться всю жизнь. Какую героинку? Девочки впитывают стереотипы будущего сексуального поведения. А у мальчиков формируется матрица, к которой он будет бессознательно стремиться при выборе спутницы жизни. Мы посмотрели километры американских мультфильмов, выписали на отдельную кассету сотни эпизодов, где действуют героини женского пола и показали все это детскому психологу. Психолог была шокирована увиденным, а мы были шокированы ее вердиктом. Оказывается, героини большинства американских мультфильмов сконструированы таким образом, что систематический просмотр лент с их участием, детьми, ведет к угасанию функции продолжения рода. Достигается это так. Образ женщины решается романтики и тайны путем наделения его взрослым реализмом, физиологичностью и жестокостью. Попутно девальвируются и высмеиваются традиционные для российского общества женские качества. Те самые, которые прославляют наши старые добрые отечественные мультики. Целомудрие, застенчивость, бескорыстие, скромность и мультфильм. Иностранные, главным образом, американские мультфильмы с нашими детьми умещаются в короткую формировку. Интеллектуальное растление. Это не мои слова. Это мнение профессионального. Значит, вот если такое резюме подвести, тогда вот сформулируйте еще раз кратко, лаконично, как бы основное противоядие по всем этим четырем-пятим направлениям. Значит, вот на практике, в практическом смысле, что должны не знать, а делать православные родители, вот своих семей? Что выкинуть телезр из балкона с девятого этажа? Не подписываться ни на одну газету, отключить все радиоточки, отключить интернет, вот что? Или телезр из расставит, но отключить эфир, чтобы только смотреть видеокассеты, которые они могли бы цензурировать. Вот какой вариант вы рекомендуете? Я для себя совсем недавно поняла, что самое главное, самое главное – это жить духовно сосредоточенно, понимая, что цена нашей безалаберности – жизнь или гибель вечности. Понимаете? Если мы сосредоточимся на земном, это один выход. Если мы поймем, что у нас мы за все дадим ответ – вечность, впереди вечность. И это не забывать, этот ориентир держать – вечность. За все дадим ответ. Однажды я прочитала у православных психологов Медведевой Шишовой, когда им сказали о том, что «ну неужели выбрасывать телевизор? Ведь мы же современные люди». Они сказали так, «а если вашему ребенку дают крысиный яд, вы будете выбирать, выдернуть у него этот, выбить из рук этот крысиный яд или не выбить?» И здесь то же самое. Пусть каждый родитель решает сам, он должен осознать, что ему надо. Или он будет сейчас думать о мирском, чтобы ребенок взял от жизни все. Или он вспомнит, что у ребенка-то тоже душа вечная. И что когда мы придем на страшный суд, мы за все, что сделали сами, дадим ответ. И за своих детей дадим ответ. И тогда сердце подскажет, что можно и что нельзя. Музыка. 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 Музыка.